Всем большой привет! Я хочу сегодня снять для вас влог. Итак, сейчас я дома. У нас утро где-то около уже 10 утра. Еще не знаю точно, как сегодня день мой будет проходить. Сейчас я поеду по работе. Опять я это не буду снимать. Сниму уже, когда буду возвращаться домой. Сейчас я опять поеду на работу. И да, в общем-то я в принципе... Там мой фитбол, кстати, стоит. Вы можете видеть. К сожалению, я не знаю, куда его еще поставить. Он у меня пока стоит просто на холодильнике. Итак, что-что-что хотела вам сегодня показать. Получила несколько различных посылочек. Очень-очень интересных. Опять заказала на фармакосметик всякие штучки. И первая это вот такая вот штука от Lerac. Это такие вот капсулы, раствор для коррекции растяжек. Да, на самом деле у меня есть растяжки. И это не секрет. Я этого не стыжусь. Они у меня появились еще очень давно, на самом деле, в подростковом возрасте. Как-то, в общем, упустили этот момент. И, ну, время такое, мне кажется, было. Как-то за нами не очень следили родители. Или, ну, не знаю, не буду всю вину на родителей, да, перекладывать. Но, да, в подростковом возрасте, когда я стала расти, у меня появились растяжки. Растяжки в различных местах. То есть, это не одна растяжечка, они как бы есть. Поэтому в последнее время меня это начало как-то сильно смущать. Но я подумала, что, скорее всего, после беременности, после рождения детей, я, наверное, уже воспользуюсь какими-то такими методами удаления растяжек. Думаю, что наша медицина уже шагнула достаточно вперед, что может и с этим справиться. Честно говоря, я не знаю. Но думаю, что наверняка есть какой-то, может быть, какой-то хирургический, какой-то вариант, чтобы их убрать. Вот. А мой муж к этому нормально относится. Его это не смущает. То есть, ну, это, скорее всего, мой такой задвиг. В общем, я решила попробовать вот такую вот штуку. Это раствор для коррекции растяжек. Там входят такие вот капсулки. Нужно намазываться утром и вечером. Собственно, я уже мажусь им где-то дня три, наверное. Ну, примерно так. Здесь содержит реструктури... Господи. Реструктурирующий растительный комплекс. Манжетка. Плющ, хвощ, 84%. Написано, что эффективность воздействия на растяжки в 80 случаев подтверждена клиническими исследованиями. Да, у меня есть некоторые старые растяжки. Я хочу сказать, что за эти дни я уже вижу небольшой результат. Они стали гораздо меньше. Как заявлено, что вот эти вот капсулки способны как-то их там заживлять. И визуально уменьшают. И как будто бы восстанавливают вот эту вот порвавшуюся ткань. Ну, надеюсь, что это так. В общем-то, посмотрим. Я понимаю, что, скорее всего, это, наверное, баловство. Но, в общем, я решила попробовать. Почему бы и нет. Плюс на него на сайте Pharma Cosmetics была очень-очень хорошая скидка. Вот. Далее, что я там уже заказала себе. Так. Неудобно. Далее я заказала себе вот такой вот дезодорант. От Биодерма. Антиперспирант. 24 часа. Мне нравится. У него очень легкий такой ненавязчивый классный запах. Не содержит спирта. Гипоаллерген. Не оставляет разводов. Да, он вообще бесцветный. Клевый. Пока что мне нравится. Неплохо справляется со своей задачей. И заказала... Господи, неудобно. У меня просто тут стоит пакет. И заказала такую огромную просто байду. Это у меня Юряж. 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 Это термальная водичка. Очень классно. Мне понравилось. Мне нравится такой мелкий-мелкий распылитель. Очень прикольные ощущения. Плюс я себе также еще купила вот такую вот маленькую водичку от Эвиан. Особой разницы у Юряж и Эвиан я не заметила. У них просто разные немножко распылители. Поэтому немножко другие ощущения. И вот так вот выглядит мой обычный стол после того, как я крашусь. В общем, это в принципе то, чем я сейчас очень активно и постоянно пользуюсь. Потому что на этом столике у меня вообще нет косметики. То есть в ящике у меня здесь хранятся всякие мои другие штучки. Но здесь самое такое основное, чем я в последнее время пользуюсь. И хочу сюда перенести некоторые вещи, которыми я реально пользуюсь постоянно. Либо то, что я тут тестирую. В общем, как-то так. Да, кстати, вот новый лак я недавно приобрела в Питере. Купила в Литуале. Там были какие-то сумасшедшие скидки. Или купи одну, вторую, подарок. Что-то такое. Прикольный. У него, конечно, такой интересный запах. Мне кажется, что он еще придает какой-то блеск волосам. В общем-то, вот. Можете видеть, чем я сейчас пользуюсь. Палетка Naked. В общем, да. Как-то так вот. У меня сейчас полнейший беспорядок. Ну, в общем, да. Так, в общем-то, я сейчас собираюсь на работу уже уходить. Так что мы встретимся с вами уже, когда я вернусь. Либо, может быть, на улице что-нибудь поснимаю. Сегодня я опять в своей любимой футболочке возьму свою такую вот сумочку от Semi Dress. Мне очень нравится. Она такая очень вместительная. Я прям ее набираю, набиваю практически до отказа. Сегодня погода немножко странная. То холодно, то вроде солнце выползает, то вроде и дождь был недавно. То есть, что-то такое непонятное. Так что я беру с собой еще и зонтик. Вот. Ну, в общем, да. Я пошла. Так, ну, в общем, одену сегодня вот такую вот свою курточку от Semi Dress. Очень ее люблю. И с этой футболкой она очень-очень классно смотрится. Мне нравится. Вот. Внизу у меня обычные мои джинсики. И вот такие вот топотулечки, которые я, по-моему, вам не показывала. Они замшевые. Очень такие удобные. Единственное, что если все-таки будет дождь, то подпорчу я их немножко. Но, в принципе, очень-очень классные. Купила я просто их в каком-то у нас тут магазинчике. Они стоили вообще что-то очень-очень дешево. Да и, мне кажется, дороже. Они просто априори не должны стоить. Поэтому, не знаю, может там 30 долларов. Ну, не 30, может быть 40. Ну, что-то такое, в общем. Вот такие вот обычные. У них резиновая подошва. Но они очень-очень удобные, как тапочки. На голове я сегодня, кстати, ничего не делала. И могу сказать, что она у меня еще немножко, чуть-чуть совсем влажная. У меня сейчас накрылся мой фен. И вот, к сожалению, даже посушиться нормально не могу. Я знаю, что очень плохо выходить на улицу с мокрой головой. Она у меня не мокрая, но совсем чуть-чуть влажная. В общем-то, да. Но другого варианта у меня нету. Так что я пошла. Музыка Я так понимаю, вам ничего не слышно было, в общем, пока я на улицу шла. Потому что у нас просто жутчайший ветер. Безумно холодно. Я даже замерзла. И как бы у меня вообще не заболеет завтра. Из-за этого я просто ненавижу ни Санкт-Петербург, ни Хельсинки. Потому что всегда ветер. Он есть всегда. Вот. В общем, я сейчас пришла домой. После работы с офиса даже сделала пару дел. У нас сейчас без 15.05 вечера уже. Сейчас я быстренько схожу в магазин тут ближайший. Куплю, куплю, короче, что-нибудь. Дико растрепанная мадам. Да, волосы у меня сегодня просто ужасные. Вот что значит помыть, выскочить. И они все просто дико непонятно вообще какие. Я взяла сегодня капусту. И тесто такое уже сделано. Оно слоеное, дрожжевое. Сегодня я буду делать пирожки с капустой, с яйцом. Может быть, еще с зеленым луком. Лук у меня есть дома. Потому что у меня опять не было тут мужа несколько дней. Он завтра приезжает. И я решила ему приготовить какие-нибудь такие пирожки. Потому что он это все любит. С капустой, что-нибудь такое. Единственное, что взяла я себе еще манго. Он очень-очень спелый. И взяла замороженную вишню. Я всегда обычно беру такую вот в развес замороженную вишню и клубнику. Она очень-очень вкусная. Я люблю ее есть уже прям такую замороженную. Даже не жду, когда она разморозится. В общем, как видите, покупки мои просто не кокосовые. На самом деле, купила еще мало. Потому что недавно я тут сорвала себе спину. У меня, в общем, история, как всегда. Мужа не было дома, естественно. И поэтому мне нужно было, в общем-то, мы тут опять некоторые ремонтные работы делали. И всю мебель вывалили. Вывалили. Как это сказать? Короче, вынесли в гостиную. И надо было это все обратно передвинуть. Ничего там такого, в принципе, громоздкого не было. Но мой туалетный, туалетный косметический, господи, мой косметический столик пришлось внести обратно. И поэтому, в общем-то, я себе именно-имно дорвала немножко спину. И поэтому у меня поясница немножко болит. Я сейчас не могу тяжести таскать. И мне тяжело сидеть, потому что именно тянет поясницу. Я мажу кремом каким-то. Но что-то как-то сегодня уже который день. И мне как-то не особо, на самом деле, помогает. Ну, конечно, получше стало, но тем не менее. Здесь, кстати, у меня висят мои платья. Давайте, кстати, я вам их покажу. В общем, я не знаю, что вы сейчас увидите. Не удивляйтесь, что они висят как бы на карнизе. Они потому что очень-очень длинные. И вот это вот синенькое, его нужно постирать. Потому что в нем я ходила на свадьбу. Я сейчас здесь видео вставлю для вас фотографии. Выкладывала в Инстаграм. Мы с мужем ездили на свадьбу к друзьям. И, в общем-то, в нем я была. Оно очень-очень классное. Но единственное, что если вы что-то прольете, как это сделала я, то пятна остаются моментально. Даже если это была вода, почему-то пятна все равно, вот такие разводы остаются. То есть его сразу же надо стирать. Поэтому оно в стиль, господи, висит именно для стирки. И второе, это новенькое у меня такое платье, которое мне очень-очень нравится. Оно безумно просто классного цвета. И я купила вот там вот такой вот еще ремешочек. Кстати, еще по поводу заказа Pharma Cosmetics. У них там сейчас акция. Мне вот, по-моему, буквально сегодня я получила письмо. И написано было, что у них скидки, если введете код ЛЕТО. То есть ЛЕТО. ЛЕТО пишется латинскими буквами. Внизу оставлю, наверное, напишем. На всякий случай, если кто-то захочет сделать какой-нибудь заказик, то будет очень полезная для вас информация, скидки. Потому что у них действительно очень классные скидки бывают на продукты. Плюс я сравнила цены в аптеке, если как я покупаю, например, Биодерма. Покупаю либо в Хельсинки, если я покупаю в Питере. То есть цена практически одна и та же. С условием, что вам это домой еще привезут. На некоторые продукты еще и бывают и скидки. То есть это гораздо выгоднее получается. То есть мне очень-очень нравится этот сайт. Я вообще им безумно-безумно довольна. В последнем моем влоговом видео я просила вас задавать мне какие-то вопросы, если они у вас есть, и я буду на них отвечать во влоге. Это будет, наверное, со следующего влога, потому что сегодня я просто не подготовилась. Я сейчас их компоную в один такой списочек. Под этим видео вы можете также задавать вопросы, какие вас интересуют совершенно на любые темы. Вот мне кто-то звонит. Я сейчас буду кушать. Что я сейчас буду делать? Кушать я сейчас буду. Вот, голодная я, как слон. Вот, так что пойдем что-нибудь приготовим, наверное. Итак, вот чем я сейчас буду ужинать. Сейчас у нас около 6 часов вечера. Мне нравится вот такая вот стеклянная посудинка. Я ее просто обожаю. Покупала ее в Икее. Итак, у меня здесь творограмм, наверное, ну, 150 от силы, я думаю. Клубничка свежая и замороженная вишенка. Ой, авокадо, хотел сказать. Манго, наверное, я уберу в холодильник. Скорее всего, завтра его может быть втречком с кашей или чем-нибудь таким. Еще здесь ложка меда. И, в общем-то, все. Вот такой вот у меня будет сегодня ужин. Девчонки, недавно я узнала о таком просто замечательном форуме, который, как снег на голову мне, что называется, упал. Он нереально информативный. Я думаю, что все мы, собравшиеся на YouTube, девчонки, страдаем шипоголизмом. И поэтому этот сайт, это просто нечто. Я считаю, что это находка. Сейчас у меня, кстати, открыт ноутбук, и я уже тут зависаю уже больше часа на самом деле. И хочу я вам показать этот сайт. Вообще, этот форум слишком много просто фантастически полезной информации, собранной в одном месте для шипоголиков, где куча различных скидок, купонов, как заказать с американских сайтов, с Европы, с Китая, Японии. То есть, с любой точки планеты можно... Там куча различных советов, как и что можно сделать, у кого можно заказать. В общем-то, это форум шипоголиков. Итак, вот, собственно, сам форум шипоголик. А, нет, shophelp.ru называется, да? Ну вот, сам сайт здесь очень... Так, что с тобой, друг мой? Вот у меня опять какая-то хрень тут поскакивает бесконечная. Так, что у нас тут? У нас тут куча, куча, куча просто всего. Я даже не знаю, с чего начать. Каталог интернет-магазинов, да? То есть, и вниз вот так вот пролистываем. И тут собрано просто все-все-все. Вот видите, вот здесь вот целый список интернет-магазинов. И расписано, что здесь. И вот нажимаем, например, я не знаю, на Adidas. И открывается ссылка того, что мы там обсуждаем. Какие самые часто задаваемые вопросы. Но, собственно, для меня самое важное, скорее всего, не это. Дело в том, что здесь есть различные инструкции по покупкам. Давайте на главную страницу перейдем. Так, вот, главная страница. И у нас тут есть вот инструкция, шепито. Как оформить заказ с помощью шепито. Заказ с iHerb. 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 Регистрация в Paypal. iHerb-оповещение. Сервис посылок. Кстати, самая тоже такая клевая вещь. Сюда вы можете на этот сайт вбить любую вашу, как это, номер посылки. И проверить, здесь она или нет. То есть, иногда бывает, что сайт Почта России не работает по каким-то причинам. Или нельзя посмотреть, где твоя посылка. То есть, вы можете зайти сюда, вбить. Я уже одну посылку, кстати, сюда вбила и посмотрела, что действительно все работает, все на месте. Вот, также здесь есть такой раздел «Покупки через посредников». Так, вот, «Покупки через посредников». Посредники в Европе, Китае, Корее, в США, вот, допустим, в США. То есть, этот сайт собрал... Мы сразу переходим на форум, где девчонки и мальчишки, наверное, тоже обсуждают. И вот тут куча тем. Как, что и где, в общем, заказать экспресс. Ну, вам посыл. В общем, куча-куча всего. Еще я где-то тут, где-то тут лазила и нашла... Так, давайте опять на главную страницу перейдем. По-моему, где-то я там видела инструкции. Так, есть тут для новичков посредники. Вот, для новичков посредники. То есть, посредники тут целых 4 части. Например, «Помощь в покупках» часть 1. Например, откроем. И вот тут целый пост на тему посредников. Какие они бывают, виды посредников. И, собственно, внизу описано, как, что выгодно, какие условия, как правильно выбрать посредника. И здесь даже представлены на форуме сами посредники. То есть, вы можете выбрать, зайти на любой и посмотреть, какой же все-таки вам больше нравится. Также, девчонки, вот, правила форума, например. Так, так, так. Раздел «Таобао». Как вычислить недобросовестных посредников, как видите, потому что такое бывает. Общий раздел с посредниками на форуме «Шопоголик». Так, вот здесь вот откроем. Потому что я думаю, что посредники нас больше всего сейчас интересуют. Все хотят заказывать с Америки всякие различные вещи. И вот, понеслась. Посредники в Америке, Японии, Китае. В общем, все, что хочешь, только, пожалуйста, вот заказывай, выбирай посредники в Америке, допустим. Ну, это моя больная тема. Вот. И вот тут, короче, плохое слово, да? В общем, различные посредники. Адрес США для ваших покупок. Все девчонки делятся информацией, делятся своим опытом, даже фотографии укладывают. В общем, только зарегистрируйся и все. И будешь, в общем, всегда в теме самых новых событий. Вот. Что еще? Тут, в общем-то, очень-очень много всего. Я, на самом деле, когда первый раз зашла на этот форум, я просто прифигела. Думаю, боже, сколько всего, всего-всего интересного. Для новичков. Трек-номер, рубрика сайта, здоровье, красота, детские товары. То есть, даже можно, господи, как это, выбрать любой интересующий вас раздел. Также, кстати, у них я нашла, по-моему, группу ВКонтакте есть. Ну, в общем, ссылочки все я оставлю внизу и на группу ВКонтакте тоже. В общем, суть в том, что этот форум, он выкладывает постоянно какие-то скидочные купоны различных интернет-магазинов, где можно сделать шоппинг просто нереально. За какие-то копейки я где-то тут рылась и нашла какой-то магазин, который каждый день, по-моему, в 6 часов вечера, в 6 часов вечера у них начинаются какие-то нереальные скидки. То есть, что называется, только успей на них. Вот. Говорят, что скупают просто все-все-все. Вот. В помощь покупки и доставки товаров из США. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, что это за форум. Так, также я тут нашла раздел Таобао. То есть, да, можно заказать. Вот регистрация на Таобао, покупка, отмена брони, оплата, фраз для общения с продавцами. В общем, все, что хочешь. То есть, можно самим даже заказывать с Таобао программы, посредники из Китая. В общем, все, что хочешь. Все делятся своими отзывами, советами. Выставляют фотографии, одежды и так далее. И еще, кстати, тут есть Алиэкспресс. Алиэкспресс. Где-то у меня тут ссылочка была открыта. Так, 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 так. Схемы обмана и мошенничества на Алиэкспресс. Даже вот такая вот тема есть. Тоже интересно. Я думаю, вам будет почитать на эту тему. В общем, как вы поняли, просто нереальный какой-то форум. Здесь очень-очень много всего. Закрытые всякие распродажи в Америке и в Европе, которые, где этот сайт выставляет различные купоны на скидку. В общем, все самое полезное для нас, для девочек, для шопоголиков. Самый полный каталог... Господи, что у меня с голосом? Самый полный каталог магазинов США, Европы и Англии. В общем, тут просто, я не знаю, кладезь различной информации. Все, что когда-либо, когда-то я пыталась найти, да, какую-то информацию о посредниках, о скидках, какие-то сайты, купи-продай, там, не знаю, интернет и магазины. Здесь есть совершенно все. Здесь, кстати, начиная от разных представителей, да, или как-то посредников в Америке. У некоторых, я так поняла, в каких-то районах есть налог НДС, там, да, но покупку в некоторых нету где-то налога. То есть, да, из-за этого тут тоже есть что выбрать. Каталог магазинов. То есть, есть что выбрать и посчитать, что же все-таки тебе дешевле обойдется. Сейчас это все набирает обороты, все эти посредники из различных стран. Поэтому, я думаю, что вам не составит трудовод. И Амазон, Америка. Тут даже есть, кстати, отдельный раздел, я видела где-то про Викторию Сикрет. В общем, девчонки, я думаю, что вы поняли, что именно хотела я до вас донести. Что есть вот такой вот замечательный форум. Сиди, читай, регистрируйся, получай какую-то информацию, получай эти скидки, купоны, акции. То есть, все, что хочешь, вся информация собрана на одном сайте. Тебе не надо никуда лазить, чтобы что-то искать. Я думаю, что это просто, ну, это просто реально круто. Всем советую заглянуть, и я думаю, что каждый найдет какую-то там полезную информацию для себя. Вот, я тут зависаю уже вот второй час. Куча-куча всего. Сразу хочется что-то заказать, что-то купить, я не знаю. В общем, я какая-то... Карточку держите подальше от меня, что называется. Иначе я сейчас тут все скуплю. Вот, сейчас я еще полазу и тут на этом форуме, посмотрю для себя что-нибудь интересненькое. Вот, и вообще надо уже идти готовить всякие эти пирожки. Но, честно говоря, что-то мне как-то не хочется. Я все купила, главное, но мне не хочется. Дело в том, что я бы и завтра это сделала. Но я боюсь, что завтра я опять поеду в офис. И как раз в момент, когда я буду работать, муж мой приедет, а дома кушать нечего. Ну вот, вроде бы опять распогодилось. Я не знаю, что с погодой происходит. Итак, у меня уже пирожки стоят в духовке. Я не стала вам снимать видео. На самом деле там все просто. Просто у меня разморозилось тесто, раскаталось. Делала обычную начинку. Сварила яйца, капусту пожарила. Туда потом это все перемешалось с яйцом. С яйцами, капустой. И, господи, зеленый лук. Просто перемешала, сделала такую начинку. Добавила туда маслица, чтобы было так это... Не сухо. Не сухая начинка, чтобы была. Вот. И просто запихала все в тесто и поставила в духовку. Это все делалось. Все очень просто. Все очень просто, когда, что называется, тесто не надо готовить. Вот. В принципе, сейчас это у меня там все делается, готовится. Я сейчас пойду снимать макияж. Что, что, что? Что-то еще хотела вам такое сказать. Не знаю. В общем, у меня в голове зреет тут одна мысль. Уже несколько дней. И если завтра я все-таки встану и пойму, что я решилась на эту мысль, то завтра я тоже сниму для вас влог. Либо это будет уже вечерний влог, где я покажу, что все-таки случилось. Либо с самого утра. В общем, посмотрим. Не буду пока загадывать. Но просто зреет одна мысль такая. И прямо аж руки чешутся. Не буду пока говорить, что. Потому что не знаю, решусь я на это или не решусь. Вот. Но если я решусь, то вы самые первые, конечно же, об этом узнаете. Вот. А сегодня я хочу с вами проститься. Я сейчас пойду заниматься домашними делами. Мне нужно еще смыть косметику. Обработать еще это видео. Поставить его обрабатываться. Я не знаю, как долго опять в Sony и Vegas будет это все обрабатываться. Потому что я обрабатываю на Sony и Vegas. И возможно, что завтра я уже выложу это видео. Посмотрим. Вот. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Мы с вами увидимся скоро. Всех вас очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok